Продолжение следует... 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 такой нужный тон, мы решили показать ее. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто предоставил для нее фотографии, и сказать, что в нее вошли те, которые приняли наши полиграфисты, которые сказали, что вот если их распечатать, это будет красиво, хорошо и замечательно. Но все, кто предоставил фотографии, несомненно, они займут свое место в архиве, и мне, конечно, хотелось показать фотографии, где есть и Татьяна Николаевна Джаксон, и Владимир Яковлевич Петрухин, они у нас все были, мы свидетельствовали о том, что вот, к сожалению, они в распечатку не вошли, поэтому, чтобы не отнимать время, мы начинаем ее показывать. Максим, начинай. И я думаю, что комментарии в данном случае излишни. Витя, пожалуйста, погаси верхний свет. Все знающие, что Евгений Николаевич был потомственный историк, легко узнают его в фотографии в чертах его отца, на которого он в зрелости стал похож больше, чем он сам на себя в том же самом возрасте. И это видно на этой фотографии, где мы видим маленького Женю вместе с родителями и двух директоров двух крупных институтов Ленинградского отделения института истории, Николая Евгеньевича Носова, отца Евгения Николаевича, и Евгения Николаевича в нашем кабинете. Ну, я думаю, что многие присутствующие здесь узнают себя на этих фотографиях. Здесь и Валентина Михайловна Горюнова, здесь и сестры Рождественские, ну и Евгений Николаевич в первых третяковских своих экспедициях. Я хочу просто, чтобы обратили внимание на кадр из рабочих записей на семинаре Клина, на которых он зарисовывал, делал шаржи на своих студентов. И вот Носов тут даже в двух видах, с одной стороны убежденный, с другой стороны немножко такой удивленный. И потом эта картинка, она закольцуется в этой истории. Дальше. Первая экспедиция. Тоже тут мы видим и Володю Назаренко, и Константина Плоткина, и Глеба Сергеевича Лебедева рядом с Евгением Санычем Рябининым, и двух Евгениев Корюнова и Носова, которые через 10 лет после того, как сделана эта фотография вместе, в один день защитят диссертацию в Институте археологии в Москве. Дальше. Ну а это экспедиция длиною в жизнь. Понятно, да? 1972 год. Ребята с кафедры, Женя Носов и Наташа Хвощинская. 1994 год. Начальник Новгородской областной экспедиции. И научный сотрудник этой экспедиции, Евгений Носов и Наталья Хвощинская. Последняя фотография уже член Коррян. Евгений Николаевич Носов, доктор исторических наук Наталья Вадимовна Хвощинская. Ну дай бог, чтобы нашлись еще такие пары, которые со студенческих лет и до зрелости будут опорой по детской друг другу. Ну в общем, что тут говорить? Все в общем знают, как это было. Я себя глупо чувствую, потому что я говорю вещи, которые для всех очевидны, но тем не менее комментарии какие-то нужны. Дальше, пожалуйста. Понятно, что это дело жизни. Рюльково городище. Дальше. Ну, первая экспедиция. Татьяна Борисовна Синиченкова «Узнавай себя». Вот. Я просто не вижу, кто здесь еще из присутствующих знали, знакомых. Таня Дорофеева, может быть. Вот. Дальше. Дальше. Ну, надо сказать, что промывать слой-то начали в одной из первых в этой экспедиции. Вот все отдали этому дань, в том числе и маленькая Катька, по-моему, вот там сидит на лавочке, Екатерина Носова. Дальше. С другом юности Владимиром Яковлевичем Конецким, с автором первой книжки. Дальше. Вид на раскопке. Дальше. Ну, вот тут вот один из наших докладчиков Соболев зачисткой не занимается, но присутствует. Вот и глядит. А вообще зачистка – дело босоногих. И они тут все. Не знаю, мне кажется, что Маша впереди Юшкова, могу ошибиться. Дальше. Ну, свидетельства существования поселения эпохи раннего металла в Дарюльковом городище получены. Материальное свидетельство. Про древности Юрикова рассказывать не буду, оно будет фигурировать во всех следующих докладах. Дальше. Берестяная грамота. Берестяная грамота – редчайший случай, чтобы на поселении такого типа, как Рюльково городище, даже с мокрым слоем, оно вошло в перечень тех немногих поселений, где обнаружены довольно большие тексты берестяные на берестяных грамотах. Дальше. Хорошая фотография, где опять-таки многие узнают себя. Дальше. Ну, и новгородская археология как объединяющий фактор для коллег из разных учреждений и стран, и москвичей, и сотрудников... Господи, все в голове, у меня вертится Светловск, извините. Екатеринбургского университета, и университета Дарема, и, естественно, Янсен, который сыграл большое присутствие которого на Рюльково городище, его дружба с Евгением Николаевичем сыграла большую роль для развития нормандского направления нашей археологии, ориентации на скандинавские древности. В общем, это все было организовано туда. Дальше. Ну, и с 98-го года Евгений Николаевич возглавляет коллектив Института истории и материальной культуры РАН. Тут он вот именно возглавляет этот поход, на котором... Поход археологов России и Финляндии, который в Пушкинских горах был в 2003 году. Это фотография из архива Белецкого Сергея. Вот. И я вот что скажу. У нас будет очень мало фотографий, ну, потому что мы были ограничены, о таких служебных делах. Их вообще оказалось очень мало. Например, когда я тряхнула наших секретарей ученого совета, оказалось, что использовать фотографии для выставки, их много, они есть. Нельзя, потому что почти на каждой поперек там лба Евгения Николаевича написана защита. Киласовой, скажем, Наталья Борисовна или еще кому-то. Потому что это постоянно рабочие моменты, это постоянно работает проектор, это постоянно идет их, осталось, ну, вообще немного. Поэтому тряхните, пожалуйста, свои архивы, чтобы показать это, чтобы это осталось в каких-то уже архивах более больших и нечастных, и для всех, и на долгую-долгую жизнь. То есть я вряд ли буду характеризовать деятельность Евгения Николаевича, но, во всяком случае, мне вот это понравилось. Он ведет коллектив к победам. Дальше. Ну, сцена в кабинете это обычная такая, требуемая. Вот, дальше. И в 2002-2018 году Евгений Николаевич во главе кафедры археологии СППГУ. Много выпусков, много изменений программ. Вот, создание программы, которая действует теперь с первого курса, то есть восстановление того, к чему мы пришли. Ну, тоже все понятно. Дальше, пожалуйста. И вот эта вот фотография, которая, мне кажется, перекликается, последняя фотография выставки, со второй фотографией начала. Вот, начали прогулку с Арбатского двора, туда-то все, как видно, и вернется. Это 16-й год, 80-летие кафедры, и снова Лев Самойлович Клейн, теперь уже известный в мировой масштабе археолог, предоставляет своему ученику, члену, корреспонденту Академии РАН, говорит какие-то добрые слова о кафедре. И, в общем, так, как он рисовал его шаржи когда-то на семинарах, вот они снова рядом. И последний слайд, он, в общем, для меня такой. Я думаю, что, может быть, не стоит, я не буду читать это стихотворение. Это стихотворение Евгения Николаевича, его опубликовала Елена Александровна Рыбина, она его опубликовала в Фейсбуке, вот. И мне показалось, что оно, ну, вот должно быть каким-то таким последним словом, вот. Вот, оно посвящено городищу, оно, как я узнала, вот, узнала я об этом позавчера. Я про это не знала, когда его вставляла сюда, оно высечено на его памятнике. И фотография, которую сделала Маша Юшкова, которая тоже высечена у него на памятнике, мне показалось, что это вот такое совпадение логики, логики мысли тех, кто с ним работал, нас и его семьи о том, что наиболее адекватно, хорошо представляет его душу, его мысли, его отношение к тому памятнику, на котором он работал. Да, и к жизни вообще. Они вот заняли такое последнее место точки и на памятнике, и в этой презентации. Вот все. У нас еще есть большая презентация, подготовленная Еленой Александровной Рыбиной, но она уже была опубликована. Если у нас останется где-то время, мы, конечно, ее тоже покажем. А теперь мы переходим к программе. Спасибо, Ольга Алексеевна. Спасибо. 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 Спасибо.